Санкт-Петербург К сожалению, несмотря на ряд достаточно эффективных мер, которые предприняли ЦБ и правительство РФ в острой фазе кризиса, ряд мер, которые были предприняты, оказались чрезвычайно эффективными и позволили банковской системе избежать масштабных потрясений. Однако, справедливости ради следует отметить, что ряд мер были в том числе и контрпродуктивны. И если описывать ситуацию в экономике на сегодняшний день, то, к сожалению, негативных аспектов существенно больше, чем позитивных. Так называемых контрпродуктивных мер было названо достаточное количество. Это и чрезмерно высокая стоимость денег для реального сектора экономики, и жесткая фискальная политика, и декларативный характер, объявленных государством приоритетов. В конце концов, непоследовательность в подходах и принятии решений. Мы не можем прогнозировать, какая будет денежно-кредитная политика завтра, будет ли повышаться ставка рефинансирования, будет понижаться, с какой скоростью, с какими темпами планируется, потому что у нас все связывается только с нефтью. Правда, опять же, объективности ради надо сказать, что сейчас процентная ставка, учетная ставка стала понижаться, но нигде не заявлено, что этот тренд будет устойчиво соблюдаться. А заявлено косвенно, что это связано с тем, что нефть пошла вверх. Не более того, очень важно заявить рынку, нет, этот тренд будет сохранен независимо от того, как будет колебаться цена на нефть. По словам главы Ассоциации российских банков, на сегодняшний день российская банковская система имеет довольно-таки напрягающие показатели. Активы банков, выросшие в прошлом году почти на 40%, в первой половине текущего года уже сократились на 2%, причем за последний месяц сокращение было довольно существенным. А глава агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов напрямую заявил, что ожидает еще большего ухудшения в банковском секторе. На наш взгляд, возникновение второй волны кризиса вполне вероятно. Не является это, правда, неизбежным, но исключить этого нельзя. Поэтому в сегодняшних условиях, как никогда, уместно руководствоваться принципом. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. С начала кризиса агентство по страхованию вкладов, наделенное специальными полномочиями в ноябре прошлого года, приступило к процедуре оздоровления 18 проблемных банков. Лицензии за этот период были отозваны у 45 кредитных организаций. В нынешнем году, по словам главы агентства по страхованию вкладов, с рынка уйдут еще 50-60 банков. По мнению Александра Турбанова, причиной проблем в четвертом квартале могут стать рост неплатежей по корпоративным кредитам и стагнация промышленного производства, что приведет к резкому снижению качества кредитных портфелей. Если же появится вторая волна, то может потребоваться массированная выкупа активов у банков, и этот инструмент должен приобрести самостоятельный характер. О путях решения проблем с плохими активами говорил и представитель Центрального банка. Реально, банковское сообщество реагирует очень быстро, и не успели еще утихнуть дискуссии на предмет создания Института банка плохих долгов, который не получил поддержки на государственном уровне, как банковское сообщество и отдельные консультанты предложили новый продукт, а именно обмен обесцененных активов на паи закрытых паевых инвестиционных фондов. Такого рода действия, так же как и передача, например, активов коллекторским агентствам, здесь усматривается много схожих вещей, не противоречит, по нашему мнению, действующему законодательству, и мы с пониманием относимся к инициативам банков в этой области, но принципиальное требование, которое выдвигает Банк России, заключается в адекватной оценке рисков. Не забыли и о денежной поддержке от государства. Глава АСВ Александр Турбанов сообщил, что со стороны агентства на санацию банков предусмотрено финансирование в общем объеме 300 миллиардов рублей. Этих денег, по его словам, хватит, даже в случае обострения кризиса. Владимир Чистюхин из Центрального банка напомнил о возможностях, предоставляемых кредитным организациям для увеличения капитала. Реально многие банки уже сейчас в целях нормального продолжения своей деятельности нуждаются в дополнительном капитале. Вы знаете, что предполагается развитие процесса капитализации, рекапитализации банков за счет государственных источников по двум основным направлениям. Первое – это предоставление субординированных кредитов, в том числе через внешэкономбанк по принципу 3 к 1. И в этих целях, как уже было сказано, меняется федеральный закон номер 173 ФЗ. Второе направление – это участие государства в уставном капитале кредитных организаций путем приобретения привилегированных акций в обмен на специальные облигации федерального займа. В рамках своей компетенции Банк России расширил возможности кредитных организаций по привлечению субординированных кредитов, предоставив возможность включения в капитал первого уровня или по-другому основной капитал 30-летних субординированных кредитов, отвечающих рядом специфических признаков. Организм, безусловно, болен. Внешние проявления не самые острые, но хроника очень серьезная. Такой диагноз поставил глава АРБ Горигин Тусунян и российской банковской системе, и российской экономике в целом. Есть еще, правда, один страшный, мы можем успокоить тебя, есть еще более страшный диагноз, это когда гиперинфляция, но надеюсь, что мы после 90-х годов все-таки к этому страшному диагнозу возвращаться не будем. И этот диагноз тоже для нас не смертельный, потому что мы очень богатая страна. Для этого надо понять, что нельзя реализовывать политику, при которой национальная валюта только от нефтяных цен будет зависеть. Участники конференции отметили, что пора от слов переходить к делу. Я думаю, что ключевыми условиями для оздоровления экономической ситуации будет являться корректировка экономического курса, которая позволила бы выразиться, в первую очередь, в возвращении благоприятного экономического климата. Несомненно, очень важным фактором является следование общемировым тенденциям, связанным со снижением стоимости ресурсов для реального сектора, для банковской системы, чтобы предприятия имели больше возможностей рефинансировать свои долги, и доступность кредитам была выше. Ну и несомненным условием, конечно, является поддержка и возвращение нормального внутреннего спроса. Те факторы, которые зависят от нас, нам нужно их реализовывать. Это будет в том числе в комплексе реализации всех этих трех мер, позволит нам существенно с меньшими проблемами и кризисными явлениями переживать нынешние экономические потрясения. Стоит отметить, что банкиры сегодня не теряют деловитости и здорового оптимизма. И ведь действительно, будет вторая волна или нет, со стопроцентной вероятностью прогнозировать не берется никто. Главное быть к ней готовым. В том случае, если просто на макроэкономическом уровне не удастся удержать ситуацию с курсом, с текущим счетом платежных операций, с ликвидностью системы и так далее, понятно, что тогда просто могут реализоваться какие-то другие опасные сценарии. Но, во всяком случае, возможности их избежать, на мой взгляд, есть. Важно просто то, что нужно делать вовремя. Тогда самых пессимистичных сценариев всегда можно избежать.